Расширенное планерное совещание при главе Славянского района – это привычное начало рабочей недели в администрации муниципалитета. В повестке дня этого важного мероприятия – серьезные вопросы. Оно задает тон всей работе, определяет приоритеты. Подробности в первом материале выпуска. С каждым годом растет спрос на кубанскую продукцию. Наши товары – визитная карточка Краснодарского края. Они безопасны, отвечают заявленным нормам и ожиданиям потребителей. Для поддержки производителей с 2018 года проводится краевой конкурс «Сделано на Кубани». С приятного события началось планерное совещание. Речь идет о награждении славянского победителя этого престижного краевого конкурса. Очень приятно, что в этом году, по итогам уже 8 конкурса, сделанного на Кубани, повторно обладателям данного знака качества стало, может быть, предприятие у Крэда, Светланова и Анна Николаевна. На сегодняшний день из 150 наименований продукции выпускаемых предприятием, 31 из них уже обысквое на знака качества. Это различные наименования мороженого, чистейков, тортов, спит, замороженные десерты, револочные и прочие другие продукты. Глава славянского района Роман Синеговский вручил заслуженную награду, диплом лауреата краевого конкурса в области качества, сделанного на Кубани, директору общества с ограниченной ответственностью Крэда Анне Свистуновой. Заместитель начальника управления культуры Дмитрий Решмет рассказал о работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества на территории муниципалитета. Благодаря принятому постановлению главы славянского района, которое действует вот уже скоро 9 лет, удалось добиться существенных успехов в этом деле, что стало примером для других муниципальных образований. Была проведена очень большая работа. Кроме того, что было дополнительно выявлено вековечное порядка 7 тысяч фамилий воинов-освободителей, это и ремонты на территории братских захоронений, это и реставрации, это и новые памятники. За это время была создана электронная книга памяти на сайте общества обители истории Крэдина Славянского района, где практически все фамилии наших павших войнок были увековечены. Мы оказали помощь более 500 гражданам по поиску своих погибших родственников. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал о том, как идет вакцинация славянцев против коронавируса. Вакцинация очень необходима, поскольку ситуация с заболеваемостью, к сожалению, обостряется. То есть вы видите, что количество заболевших растет. Оно растет очень сильно, и мы не выбываем из списка лидирующих по заболеваемости районов. То есть если раньше находились где-то там внизу, ищешь свой район, да, там по таблице, то сейчас мы везде регулируем сверху. Это говорит о том, что народ просто-напросто очень серьезно болеет. И это не связано с тем, что, как-то многие говорят, начали нормально тестировать. Тестировали раньше, хорошо, после действительно того, начало болеть. Количество славянцев, получающих прививку за один день, приближается к 300. Темпы вакцинации выросли и все же еще недостаточны. В числе лидеров этого процесса в районе – Славянск на Кубани, Протокское, Рисовое, Коржевское и Анастасиевское сельские поселения. Остальным, как отметил Виталий Титаренко, нужно подтянуться. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что положение серьезное. Полумеры не решают проблем. Опасная инфекция не дремлет. И в общих интересах не допустить роста заболеваемости. И для этого нужно сделать все возможное. Также речь на совещании шла о подготовке к Новому году. Массовые новогодние мероприятия, к сожалению, не будут проводиться. Это продиктовано сложившейся ситуацией с распространением инфекции в муниципалитете. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».